Друзья, привет! Сегодня беру вас с собой на заготовку, на сбор трав. Сейчас конец июля, самое время собирать травы. Многие из них цветут. Первым на пути встречается мне тысячелистник. Он плохо рвется, поэтому я срезаю его ножницами. Вот такой прекрасный букет из тысячелистника у меня получился. Тысячелистник прекрасное кровоостанавливающее средство. И отлично помогает при инфекциях кишечных, а также при различных болях в желудочно-кишечном тракте. Далее мне на глаза попадается зверобой. Зверобой тоже прекрасно помогает при кишечных инфекциях, при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Также он очень полезен для печени и желчного пузыря, прекрасное желчегонное, при дискнезии и различных других заболеваниях желчного пузыря. Достаточно много, но мою радость попалась мне сегодня зверобоя. Я стараюсь не срывать все цветы подряд. Один цветочек срываю, рядом оставляю, чтобы он имел возможность размножаться и расти дальше. Некоторые растения, которые попадаются мне на глаза, я еще пока не знаю. Вот такие красивые, удивительные цветы. Но, однако же, я их оставила, потому что не представляю, что это такое. Собирать травы я отправляюсь подальше от оживленных дорог. Куда-то за край деревни, там, где свежий чистый воздух и экологическая чистота присутствуют точно. Также сегодня мне попался пустырник. Вот такой вот простенький цветочек, который растет повсеместно, обладает прекрасными лечебными свойствами в отношении сердечно-сосудистой системы. Очень хорошо успокаивает, очень хорошо помогает сердечникам и даже, можно сказать, при длительном приеме меняет характер человека. Делать его более уравновешенным, более эмоционально спокойным и выдержанным. Посмотрите, вот я иду по проселочной дорожке и повсюду, с обоих краев мне попадаются лекарственные растения. Вот, например, спарыш. Горец птичий, другими словами. Который прекрасно растворяет камни в почках. Есть у меня живые примеры, истории людей, которым требовалась операция на почках по удалению камней. Но, однако же, они с помощью вот такого вот растения смогли полностью от них избавиться в течение полугода. Спарыш, к сожалению или к счастью, растет только возле дорог. Его невозможно вытоптать, он очень устойчив. И, в общем-то, нужно выбрать такое место, чтобы и дорога была не оживленной. То есть, чтобы трава была экологически чистой. Но все-таки приходится рвать где-то вот в районе тропинок и дорожек, потому что в других местах его не найти. Вот я нарвала целую сумку спарыша, горца птичьего и буду сушить его дома. Самая большая проблема при сборе трав это взять большие емкости. Мне всегда их не хватает, сколько бы я не взяла. Вот также целый пакет я нарвала лопуха обычного репейника и буду отжимать из него сок дома. Вот также по пути мне попалась ромашка. Тоже можно было бы собрать, но уже практически некуда, заняты все руки. И я ищу самые ценные для себя травы, то есть горечи. Одной из самых желанных трав для меня при сборе является полынь. Полынь горькая, либо полынь цитварная. В общем-то существует большое количество видов полыни. Но по исследованиям ученых, все они одинаково прекрасно действуют. Полынь отличное антипаразитарное, противоглистное средство. Также она очень хорошо борется с вирусами, то есть способна внутриклеточных вот этих вот паразитов тоже убивать. И вот такой вот веничек полыни я себе сорвала. Естественно, он у меня будет не один на зиму. Нужно будет собрать по крайней мере несколько штук, потому что этого мало. Вот таким вот образом я использую травы. Разложила прямо на полу простынку и сушу на ней горец птичьи в достаточно большом количестве. Другие травы, например лопух, я отжимаю, то есть готовлю из него сок и замораживаю. Некоторые другие травы привязываю на веревочке и вешаю прямо на гордины. Поэтому летом у меня вид, конечно, дома не совсем обычный. Ну что ж, друзья, надеюсь мое видео было для вас полезным. Обязательно жду вас и в других видео. Пока-пока!